Какое-то время назад я вам тизернул, что расскажу про iPhone 6 восстановленный или с Али, или с Алито. Вы, наверное, подумали, что я вас обманул, но не тут-то было. А ловите ещё одно видео в плейлист о восстановленных смартфонах. Когда берёшь его в руки, думаешь, где-то тут тебя наёбывают, ведь это реф. iPhone с маркировкой рефербишет восстановленный смартфон, который через сервисный центр был возвращён на завод производителя, отремонтирован и повторно поставлен на реализацию перед тем, как телефон снова поступит в продажу по более доступной цене, специалисты выполняют ряд процедур. И, наверное, будут проблемы. Сейчас в стилистике вопрос-ответ я вам расскажу, почему не стоит бояться покупать восстановленные смартфоны и конкретно такой iPhone 6 с Алиэкспресс. Вы, наверное, скажете, вау-вау-вау, полегче, ведь ты же нам уже рассказывал про iPhone 5s из Китая. Совершенно верно, так и было. А тут ведь iPhone 6 – это другая модель и другая история. Как же круто на самом деле придумали, не надо тратить кучу бабла и покупать новые айфоны за овер дохера денег. Накопил 300 баксов и всё. А если вернуть часть денег через тот же Letyshops, то вообще песня. Кто ж поспорит, 300 плюс кэшбэк или 490 у себя в пятёрочке в отделе Евросети в кредит? Полностью оригинальный, от слова совсем. Тут только надо понимать, что рефы бывают разные. От Apple с завода в Китае, или просто с Алика, или просто с Китая где-нибудь на Авито. Всё равно, как ни крути, они все с Китая, качество может разительно отличаться. Или ты знаешь, где брать на Али, чтобы не налюбили, или покупаешь официально восстановленный. В официально восстановленных они, кстати, дороже. Да, 100%. С Алиэкспресс в большинстве случаев да. Чтобы вы были уверены, я оставлю ссылки на продавца, у которого с этим всё в порядке. Может и дохнет, когда покупаешь не там, где рекомендуют. Те, кто уже купил. Да, совершенно верно. Но тут всё ложится на совестливость организации или человека, кто вам их продаёт, и где они были сделаны. Качество моего на 4 из 5. Есть засветы, которые не мешают работе, но надо учесть, что я не первый владелец, и экран был мененый. Цветопередача отличная, на солнце видимость неплохая, претензий к экрану нет. Вот приглядитесь сами, есть у вас вопросы к этому экрану? А ведь это даже не Full HD, это смартфон 2014 года на минуточку. Вы останетесь довольны, купив рефа с таким экраном. Опять всё работает хорошо, LTE ловит со всеми операторами, связь тоже не подводит, но, наверное, со временем динамик или микрофон дадут узнать о своём китайском происхождении. Результаты работы на ваших глазах. Да, мне этого не хватает, я заряжаю полтора раза в день свой айфон. Ну а что вы хотели, ведь там батарея на 1940 махом. Если носить с чехлом аккумулятором, ссылка, кстати, в описании, то всё ок. Многие говорят, что в рефах при съёмке видео бывают какие-то посторонние звуки. Такое, может быть, у кого-то и было, но у меня не встречалось. Камера, как у айфона 5s, стоит оригинальная и великолепно снимает. Вот немного примеров, снятых на восстановленный айфон 6. Звук на крепкую тройку. С внешнего динамика и на четвёрку при прослушивании наушников. Вибро не дребезжит, а вибрирует как надо. Как и почти полгода назад, ребятушки, надо брать, если хочешь доступный айфон за недорого. Поначалу я тоже скептически относился к рефам из Китая, особенно к продукции Apple. Но китайцы уже не такие, как 5 лет назад. Делают качественно, ведь иначе не будут покупать. А статистика говорит, что продают много. Да, я знаю, что есть недобросовестные продавцы на том же Али или на Авито. Поэтому надо смотреть на отзывы и количество продаж. Ведь ничто не красит продавца лучше, как сарафанное радио. Единственный вопрос только в актуальности модели на момент осени 2017 года. Кому-то на это всё равно, кому-то не очень, и он выберет Xiaomi за те же деньги, но снова в железом. Мне нравится пользоваться такими устройствами, и в частности этим айфон 6 из Китая. Но для того, чтобы двигаться дальше, будем думать о айфон 6s для рассказа на этом канале. Все актуальные ссылки на проверенных продавцов будут в описании. Подписывайтесь на канал и ловите скидки на gadgetmania.ru Ещё не забудь рассказать нуждающимся про это видео у себя в соцсетях. И нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok